здравствуйте друзья у нас сегодня хорошая тема люди в контексте и люди вне контекста соответственно начнем мы естественно с анекдотца такого по теме значит суд разводится муж с женой судья говорит может быть вы как-то ну примирение какой-то возможно может нет после того что произошло нет тот говорит а что произошло дураком меня назвала дураком судья говорит нехорошо конечно нехорошо но может быть как-то знаете но все-таки не то что там мужик это это же смотря в каком контексте ну да это в каком контексте вас назвали а вот представьте прихожу домой и вижу она в постели с чужим мужиком смотрит на меня и говорит смотри как это делается дурак значит контекст важен от анекдотов переходим к другим байкам значит расскажу вам как я был молодым специалистом закончил я институт связи и работал в центральном конструкторском бюро министерства связи в москве что на улице народного ополчения молодой специалист однажды какая-то там задача у них не могут решить задачу задача была такая что такой контейнер знаете день в тайгу его там бросают холодрыгу там антенна выстреливает и он там какую-то связь держит ну и периодически туда должны люди приходить там обслуживать задача такая теплопроводность стен контейнеры известно но вот значит пришел обслуживающий человек нагрел там печку включил нагрел до 20 там скажем 2 градусов цельсия а снаружи минус 40 поработал выключил печку ушел вопрос значит за какое время контейнер остынет внутри контейнера значит температура понизится до температуры значит окружающей среды там минус 40 значит тривиальное там делать нечего но почему-то знаете электротехнические такие работы они может знали когда но забыли все а я там молоденькие а эти уже там в возрасте ребят не помнит никто ну короче год можешь я году конечно написал там это дифференциальное уравнение простейшее решил туда-сюда там показал там допустим за два часа на остыне ну хорошо значит а там да я был вне контекста понимаете да я молодой специалист я контекста не знаю ну пришел а тут началось ведущий инженер там была женщина она мне говорит когда уже там все это рассосалось а я доволен собой смотрите фортом решил там знаешь как-то по дешевке так как то так и она мне говорит знаешь где-то на самом деле от чего зависит как быстро остынет контейнер я бы чего она гать оттого насколько большая щель в двери когда дверь закрываешь там щель вот от этой щели все и зависит это говорит человек который в контексте да вот видим другой пример расскажу из жизни молодого специалиста значит другой проект у нас был такой пульт для контроля за состоянием каналов связи ну то есть когда в канале что-то происходит там лампочка горит или мигает а так выключенный стоит такой если не светится лампочка какой-то был такой пульт моя задача была приехать на завод я схемотехникой занимался как молодой специалист они там какой-то релейной автоматикой там больше а я вот по микроэлектронике там цифровая схемотехника бы до меня скинули я так с удовольствием это делался моя задача настроить прототип к приезду комиссии который будет через неделю значит меня забрасывают минск на завод промсвязь и значит я там настраиваю первое что я увидел в этом прототипе было странным потому что когда я включил это все оборудование все лампочки мигали то есть как будто бы там связь идет по всем каналам то время как от все отключено это фигня какая-то ну а как человек занимающийся схемотехникой да значит я лезу в схему смотрю так но вроде да должно мигать ну ну правда должно знать должно нужно какой моя я же не по этим вопросам я по схемотехнике все это отмашку даю там вещь работает все потом наладил то что мы был наладить приезжают начальники и вот заходит моя ведущий инженер лидь михайловна и она так заходит и у него лицо так вытягивается и она говорит миша а почему они мигают я бы хороший вопрос ягу я тоже задался говорю но знаете что вот схема таки должно мигать она в ужасе значит оказывается она и ей тоже нравилась схемотехника и не положено было в работе этим заниматься на документацию проектную делала но но это уже хотелось вот и она где-то внесла изменения в схему никто не знал в смысле я так точно не знал внесла изменения и это как бы инверсия такая произошла то есть она стала мигать когда должно было бы стоять под погашем и наоборот значит ну я починили быстро там делать нечего там скальпелем поцарапали печатную платку там перед переложили проводок на это как-то делается и значит и она мне потом выговаривает она говорит миша но вы же инженер вы связист там с красным дипломом все дела но вы же видите что они мигают хотя они не должны могут я бы я конечно вижу я бы но какое мое дело но но я смотрю на схему я отвечаю за схемотехнику и я вот в контексте вашем я не живу я живу в контексте схемотехники а для чего эта фигня нужна я все равно не понимаю я не знаю вот этих телеграфных предприятий это было для предприятий телеграфной связи я не знаю жизни предприятий телеграфной связи этом никогда не работал я вообще ничего такого не знаю но это же вы решаете что должно быть и что не должно быть. А я решаю, чтобы оно работало. Я говорю, ну так оно работает. А то, что там кто-то схему поменял, я же не... Почему я рассказываю? Контекст и вне контекста. Если ты вне контекста, тебе пофигу, работает вещь или не работает так, как она должна работать. Ты говоришь, я вот это сделал, вот там пуговицы пришел к пуговицам, претензии есть? Нет. А костюм криво сидит. А я ни при чем. А пуговицы пришиты крепко, да, как у Жванецкого. Расскажу другую вещь, так, напоследок. Вот дом, где мы сейчас живем, какое-то время назад, ну не знаю, там 3-4 года назад, там кухню делали новую. Ну и там шкафчики такие, да, кухонные, знаете, значит, вот так за дверки открываешь. Ручки такие вертикальные и там две такие позиции, они прикручиваются сзади винтиками. Значит, поставили человека прикрутить ручку. Ну, там какой-то... Вы писаете сложность задачи? Прикрутить ручку. Но... И он сверлит дырки. Причем, когда он сверлит дырки, он как бы там обратного хода нет. Это панель, она такая, знаете, покрыта каким-то пластиком, она такая красивая очень. Если ты дырку не там просверлил, надо выкинуть панель и поставить новую, что в итоге и случилось. Значит, что сделал человек? Он не был в контексте установить ручку. Он был в контексте просверлить дырки там, про трафаретки. Дырки просверлились не вертикально, а вот так. Соответственно, ручка вот так стала потом. И мы приходим, смотрим, а ручка вот так. Две ручки. Одна вот более-менее, а другая вот так. Если бы он был в контексте установки ручки, он бы посмотрел, что они должны быть на одной высоте, а не вот так, да? он бы посмотрел, что они должны быть на одном расстоянии от этой, значит, ну, щели, щели, которые разделяют их и так далее. И это, кстати, было более-менее ничего. То есть они действительно были по вертикали нормально и расстояние было более-менее, ну, хотя бы у одной дырки было более-менее, так сказать, на правильное расстояние от края, но она была вот такой кривой. Надо быть в контексте установки ручки, чтобы ее правильно поставить, потому что если ты в контексте просверлить дыру, он просверлил две потрясающие дыры. Он вставил туда эту ручку, ну, подвел, вкрутил винтики, то есть оно совпало, то есть он на правильном расстоянии друг от друга эти ручки, дырки просверлил, то есть все это отлично вошло. Ну, криво, вот криво. Человек был вне контекста. К чему я рассказываю эти, сколько там, три хохмочки? Значит, я их рассказываю к тому, что на днях я делал сюжет, о трех способах повышения вероятности выигрыша в лотерею грин-карт. Конечно, повысить вероятность выигрыша мы можем только, если по-честному, только за счет того, чтобы снизить вероятность неудачи. Правильно было бы назвать это видео, если уж совсем так вот правильно называть, три способа уменьшить вероятность прокола при подаче, значит, заявки, заполнении заявки на грин-карт лотерею. И там по тексту было, первые два были очевидными. Значит, первый способ избежать прокола говорит, что не подавай сразу, потому что там большая толпища, и ты можешь влететь просто в проблемы сервера, и не знаешь, и не будешь знать, куда деваться. Вторая, это понятно, это просто, это как бы легко. Вторая говорит, не заполняй сразу, а вот возьми формочку, да, вот это вот, распечатай, или там в файле, и так поле за полем, смотри всякие видео, там читай на форуме, задавай вопросы, но, вот этот вот, семь раз отмерь, один раз отрежь, да, вот, чтобы когда ты уже начнешь заполнять, не было такой истории, что, знаете, вот все форумы полны вот этим вот, ой, ребята, вы знаете, там заполнял сегодня заявку, забыл указать ребенка, жены от первого брака, это сойдет или что? Нет, ты уже в пролете, уже все, кончилось на этом все, твое участие, поэтому, вот чтобы этого не было, и это тоже понятно, не надо быть там, семи пядей во лбу, или там что-то, чтобы сказать, ну, ну, в принципе, да, лучше знать, что ты делаешь, и лучше, чем не знать, что ты делаешь. Вот тут, женщина спрашивает, я, родилась в Германии, отец был военным, группа советских войск, ГДР, и вот, так мне что теперь от Германии играть? А Германия вроде и не играет даже, но дело в том, что у нее свидетельство о рождении написано, когда она была, папа был в Германии, и она родилась, ей же не выдавались свидетельства о рождении немецкие государственные организации, ей выдавалась свидетельство советская администрация, там, ну, как так называется, этой группы войск, соответственно, ее страна рождения в данный момент определяется тем, что у нее есть мама и папа, мама и папа из, ну, откуда-то, из бывшего СССР, может быть, мама из Узбекистана, а папа, например, из Российской Федерации, и вот теперь надо смотреть, там, кто у нее родители, и откуда они взялись, и пошло, и поехало, понимаете, то есть какая-то вот такая, это вопрос, в котором можно разобраться, ты говоришь, ну, вот я родился в такой ситуации, как быть? Ты идешь туда, ты идешь сюда, ты читаешь, ты разбираешься, вникаешь, там, тебя консультируют, готово, то есть ответ есть, надо его просто найти, это задача, которая решается, а третий, да, то есть, вот я говорю, подготовиться надо, а третий пункт был неочевидным, третий пункт говорил, надо быть в контексте, или ты в контексте решаемой задачи, или ты в совершенно другом контексте, или весь твой контекст это заполнение заявки, и это может быть, ну, я говорил, да, подпишись на наш канал, и не просто подпишись, а смотри, разбирайся, вникай там и так далее, это может быть форум «Говорим про УС», вот это совершенно замечательная, так сказать, вещь для контекста, вы можете быть и на нашем канале, и на форуме «Говорим про УС», и, собственно, если вы смотрите наши видео, чем вам не подписаться, и не смотреть, правда, но это ваше решение, я просто говорю, ты хочешь быть в контексте, спрашиваю я, и мне говорят люди, они говорят, «Миша, ну это какой-то натяг, ну понятно, что ты пиаришь свой канал, понятно, это все понятно, но, также совершенно понятно, что это не оказывает прямого воздействия на результаты заполнения вот этой заявки на гринкарт-лотерею, типа вот влияния прямого нету, как же так, влияние прямое есть, и у нас там есть люди, которые пишут, а я вот действительно, я только потому сейчас вот в США, что я вот все три вещи эти так и делал, значит, если ты заполняешь заявку в контексте заполнения заявки, то ты приделаешь ручку криво, то есть это легко может произойти, потому что ты не делаешь это в контексте каком-то более широком, а ты вот в этом контексте это делаешь, у тебя в щель уйдет тепло, и остынет вся фигня за 10 минут, а не за там 2 часа, просто потому что ты не думал о щели, ты думал о том, что вот у тебя, тебе дали там теплопроводность вот этого контейнера, стен, да, и ты считаешь, а что там потом будет, да хрен его знает, ну тебя же результат интересует, или тебя интересует результат, и тогда ты говоришь, я хочу быть в контексте, или тебе пофигу все, ну конечно, ну ты же первый и пролетишь, поэтому, кто первый на вылет, кто освобождает вакансии, так сказать, в будущее, сразу, те, кто лезет в гущу, и там у него технические глюки, те, кто не может правильно заполнить вот эти вот там пропускать, пропустил то, пропустил это, не подготовился, те, кто не понял, и дальше начинается контекст, те, кто не в контексте, и очень трудно оценить, скажем, в процентном отношении, насколько вероятность, так сказать, неудачи, да, снижается тем или иным пунктом из трех, например, если вы не полезли в первую же там, в первые пару дней, и не влезли в эти технические глюки, может быть, вы избежали там, может быть, 20% людей, да, от которых вы отошли, увидел пьяного, отойди, вот отошел от пьяного, и 20% пьяных исчезли, их больше нет, они вам теперь не конкуренты, ну, пусть будет 20, я не знаю, сколько, второе, вы разобрались, вы все сделали правильно, так, и дальше, отсеялись еще, может быть, 30, может быть, 40, я не знаю, когда глядишь, что на форумах пишут, такое ощущение, что 80% напортачили при заполнении, что-нибудь не так, вот как с ребенком от первого брака, или там еще что-то, раз ушло, ну, не 80, ну, там, 20% ушло, еще 20% ушло, теперь, мы говорим, ну, хорошо, а если я в контексте, если я уже там, есть люди много лет играют, они уже давным-давно разбираются, и прилично разбираются, и так далее, про контекст мы, конечно, говорим, для тех людей, которые, ну, вот, свалились с Луны, да, вот они, он свалился с Луны, говорит, вот заявка, он пошел заполнять, но, есть люди, которые с Луны сваливаются раз в год регулярно, когда нужно заполнять заявку, а между делом, они не в контексте, они не знают того, и не знают сего, значит, и я хочу сказать, люди, которые не в контексте, которые не в контексте, они даже не знают, что сейчас лотерея будет, эти сколько народу смело вообще смело нафиг просто потому что мидия в течение ну там зарубежная да вот русскоязычная они расторезвонили что нет больше лотереи нету больше лотереи кончилось кричали они и вот только мы на этом канале вот только здесь я был один кто сказал ребята играем я сказал это еще даже не читая ничего просто когда сказали что включили green card лотерею в общий пакет законодателя все играем в этом году точно играем а дальше скорее всего тоже играем потому что неспособность вот этого конгресса принимать какие бы то ни было там решение вот они уже во сколько уже восьмой месяц пошел ничего не приняли не смогли договориться ни по одному вопросу в тысячу раз больше вар более важно чем этот ни по одному и вот как это причем иммиграция то можем и но но какое количество людей снялось с этой лотереи уже снилось просто потому что они вне контекста да неважно это и вне контекста не на нашем канале этот контекст подхватывали или они там были на форуме на другом форуме или они были сразу на всех форумах и на на 25 каналах но если понимаете да значит поэтому какая вероятность того что человек пролетел просто от того что был не в контексте но вот в этом году может быть 70 процентов может быть 90 я не знаю могли бы сыграть и они не будут никогда играть просто они не знают что есть такая лотерея значит но ну допустим давайте мы как бы скромненько допустим мы скажем что только 10 процентов реально 10 процентов не смогут заполнить заявку так чтобы она прошла ну скажем вылетят до из процесса из-за того что они не в контексте только 10 только 10 но вопрос на в чем давайте теперь мы на контекст посмотрим шире а мы о каком контексте говорим у нас контекст что green card лотерея ну да есть такой контекст заполнение заявки происходит в контексте green card лотерея да тут мы понимаем но есть же еще более широкий контекст это контекст иммиграции ну не в мини всемирной тискать но вот конкретно в сша например контексте миграции в сша и давайте в этом контексте поглядим если вы не будете в контексте иммиграции в сша то все что вам остается в этой жизни это заполнять значит ошалела эту латы заявку на лотерею причем если лотерею закроют то вы закрылись тоже вместе с ней вся ваша иммиграционная вот эта вот идея закрылась весь вас контекст иммиграционный уничтожен потому что нет больше лотереи но если вы в контексте иммиграции смотрите на это на все тогда минуточку говорите вы даже кроме лотереи же еще бог знает сколько всего есть мама родная есть еще политическое убежище есть там через учебу рабочую визу и так далее есть там по одаренности по способностям там я не знаю брак и так далее пошло и поехал есть еще программу и я честно сказать не знаю в количественном отношении чего больше у нас вот сейчас больше людей по политическому убежищу легализуется или например там через green card лотерея просто не знаю вот наши соотечественники в контексте советского союза они конкретно там таджикистану или туркмении так вот открывается миллион всяких возможностей в контексте иммиграции поэтому если мы смотрим на контексте миграции а вы не в контексте иммиграции весь ваш контекст свелся к двум шурупом которые нужно закрутить кранты кранты шурупы значит ручки у вас будут стоять криво соответственно лампочки будут мигать не в том режиме значит все тепло идет через щель вместо того чтобы уходить через стенки с известной теплопроводностью и вот так и вот вот собственно это это все это называется через задницу сидел делать через задницу это другие это просто народное выражение для находиться вне контекста вот когда человек делает что-то вне контекста у него все получается через задницу наверное я это видео философскую тетрадь поставлю в плейлист как как-то расфилософствовались мы сегодня да значит я я прямо чувствую найти чтобы для одного контекста нужен старый еврей а для другого нужен молодой джигит понимаешь но чего нет того нет вот или для третьего как а чтобы там соловьем разбойником до разговаривать нужно быть в контексте таскать или ему рамс вот тоже нет ссоре а чего есть то пожалуйста вот значит поговорить мы можем пофилософствовать мы можем но возвращаясь к серьезной части этого разговора я интуитивно я как когда это видео наговаривал про три так сказать способа повышения вероятности выигрыша или там снижение вероятности пролета я абсолютно естественно для себя то есть я настолько в это верю и каждый день вы не знаете сколько людей каждый день мне пишут спасибо там за это за это за это за это и вы просто представить себе не можете то есть я весь как бы в этом контексте да то есть я весь в подтверждениях того что наш канал работает одним способом другим способом третьим способом где-то информация была где-то человек просто почувствовал силы в себе какие-то и по-разному влияет но но абсолютно люди прорываются там где-то где иначе бы они не прорвались и вот это для меня это абсолютно естественно поэтому мне не надо теорем доказывать самому себе и я когда говорил про третий способ что вот надо подписаться быть в контексте там и так далее так далее я в этот момент не выводил теорему но я понимал что это сложно для восприятия действительно сложнее чем сказать игра и не в первые две недели а там а в третью и четвертую ну ну правда я я это понимал но я также абсолютно естественно говорил про то что нужно подписаться и быть в контексте я же не стал подпишись я сказал подпишись и смотри я сказал подпишись и смотри то что мы делаем и смотри то что мы раньше делали у нас миллион там видео у нас плейлисты разбирайся а после этого мне несколько человек значит там говорят ну вот он там пиарит он там еще что-то и я начал думать дать как сначала ты как-то чувствуешь а потом ты начинаешь думать анализировать как-то и так далее я пытался поймать какие-то примеры может быть хорошие там учета и и я нашел ключ к объяснению этого всего вот в этом контексте или ты в контексте или нет контекст приходит с опытом конечно есть вот опыт там скажем но работы есть опыт заполнения заявок а есть опыт просмотра видео слушание всяких историй почему истории поучительны почему у нас на канале так любит истории так любит интервью с ребятами которые даже в аэропорту пойти на тех кто в аэропорту собирается большая аудитория ответили вам что за человек откуда как что как получилось сколько раз играл потому что истории создают контекст когда ты слушаешь историю за историей за историей тебе нельзя уже сказать со стороны а вот там сейчас вот и ты скажешь да ты скажешь нифига скажешь кстати вот еще одна из важных вещей которые выходят из контекста у нас на канале на форумах там где угодно дикое количество людей приходят и какую-то такую чушь говорят что просто ну ну речь отнимается от бредовости но типа несовершеннолетний не может участвовать грин-карт лотереи вот тебе на если он или наоборот если несовершеннолетний выиграл грин-карт лотереи он может с собой родителей взять он же несовершеннолетний тоже маленького пустит понимаете то есть абсолютно значит если ты не не в контексте если ты не слышал истории не видел того не не сталкивался с этим вот и так и скажешь а скажешь ну тогда чё это играть буду тогда ничего играть ну то а чё поэтому контекст опыт защищает человека от вот этих от от шума давайте выделить сигнал на фоне шума а шума сколько хочешь если ты в контексте ты вижу это сигнал а это шум а если ты не в контексте ты не видишь то же самое у меня происходит когда ребята работу ищут они еще неопытные и вот им там целыми днями какие-то имейлы они получаются или там звонки а знаете ли вы там си шарп а знаете ли вы там как писать бейдж файлы там я не знаю в досе а знаете ли вы как наперли там ли и они боже говорят они да мы же не то учили да мы же не то знаем да мы же надо срочно все бросать их вот и изучать как писать бейдж файлы пряди да нет если ты в контексте ты понимаешь что ты ищешь у тебя фильтр тут стоит и ты от этой отфильтровываешь шум а когда ты не в контексте тебе любой шум становится сигналом любой шум тебе сигнал и на этом месте все заканчивается значит либо ты выделяешь чистый сигнал давишь шум и идешь воспринимаешь этот сигнал и выполняешь свою таскать функцию либо ты берешь шум и не отличаешь шума от сигнала и и вперед если ты пьешь вино за 4 доллара бутылка и ты балдеешь него и гэш какое замечательно вино а тут тебе приносят за 120 долларов бутылку а какой смысл это вино есть вино красное красное ты вне контекста ты не можешь оценить тебя что шум что сигнал нет такого сигнала все шум все все что больше четырех долларов обман сколько ходит вот этих вот у них все обман у них все обман их всегда кидают потому что они к честному никогда не пойдут они честного назовут жуликом а пойдут они к проходимцу такому который специально его ждет потому что человек вне контекста он обречен по большому счету я не хочу сказать что это относится ко всем задачам которым мы решаем но там где задача серьезно человек где контекста обречен там где задача шире чем просто заполнить форму на гринкарт лотерею тут вот он может быть вне контекста и все равно как-то справиться есть есть хороший шанс что он справится но просто элементарный здравый смысл там никаких осложнений нет вот на меня форму заполнить просто у меня нет детей от первого брака и первого брака нет я родился в москве знаете нет нет необходимости сообразить как писать там деревня такая-то краснодарского края там еще что-то быть у меня ничего это не прям straight forward так вот бум все заполнил но как только задача чуть пошире вот скажем иммиграция если ты не в контексте решение задачи по иммиграции ты обречен значит что важнее вовремя заявку подать но и смысле вовремя вот в первую неделю там вместо там в смысле в третью неделю вместо первой что важнее вот это или уйти из состояния что ты обречен и что вся твоя вся твоя компания по иммиграции обречена компания по подаче заявки на green card лотерею не обречена а просто шансов меньше намного а компания по иммиграции обречена если ты вне контекста вот и все вот вот и весь разговор так я паркуюсь а это друзья сложная задача нужно быть в контексте парковки безопасный понимаете что если быть в контексте проскочить первым да то обречен ну чем вам рассказываю все знаете поэтому спасибо вам за то что вы слушали спасибо за ваши комментарии и за то что вы как бы сказать воспринимаете то что я говорю прошла иногда что-то скажу и думаю их блин сейчас дислайков по наставят не поймут не не тонко слишком а вот он смотришь боже какая аудитория у нас это просто от ас понимаете понимает у нас очень понимающая аудитория у нас дислайки если есть то они как правило идут ну там 90 процентов дислайков это кстати не выдуманная цифра это я вижу там на сайте youtube показывает кстати у нас 90 процентов дислайк от людей которые не наши подписчики они вообще вне контекста люди они пришли вне контекста они видят какой-то старый еврей ну мы первое жулик во вторых что он может знать он же старый эти они находятся в контексте той жизни в которой они живут даем бог здоровья эти дай бог чтобы уже никому никогда не пришлось такой жизнью жить в будущих поколениях но вот сегодня это их контекст поэтому ребята спасибо вам что вы есть и я даже не хочу сказать если вы не подписаны подпишитесь мне стыдно это говорить потому что я я уже столько вам рассказал что даже я не знаю кем надо быть чтобы быть не подписанным если вы дослушали до этого момент но я не пиарю свой канал ну то есть я конечно хочу чтобы она слушала больше народу и чтобы было больше подписчиков это все правда но я каждый день имею подтверждение того как это меняет жизнь людей поэтому когда я говорю подпишитесь я говорю давай мы вместе сделаем что-то чтобы твоя жизнь к лучшему изменилась я измеряю свой успех не в количестве людей которые подписались или там 320 долларов я заработаю на там на этих кликах или там 280 мне совершенно без разницы я измеряю свой успех в количестве жизни которые изменились вот где я плечо мог подставить и что-то хорошее из этого произошло вот поэтому хорошо все ребят счастливо спасибо за понимание и я пошел работать